всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия девочки я продолжаю выбирать какой-то мотив узор для своего будущего изделия кстати пока не буду раскрывать интригу что это будет мастер-класс будет естественно чуть позже когда я это изделие свяжу сниму смонтирую вот так что если вы хотите увидеть конечный результат то подписывайтесь на канал и конечно же нажимайте на кнопочку колокольчик там такой есть чтобы не пропустить новые видео вот в общем я уже перевязала несколько видов сеток теперь вот распустила их другие какие-то еще узоры пробовала вязать тоже распустила изначально у меня был связан образец просто лицевой гладью и постиран смотрите как после стирки меняется пряжи вот я вам покажу вот сейчас я связала только что и вот то есть прям петельки превращаются в такие пухленькие зефирки ну это я не знаю как это передать это просто такая няшность неимоверная в общем я бы хотела чтобы мое изделие было таким струящимся чтобы вот полотно было таким пластичным ну конечно же выглядело чтобы это все хорошо и вот пытаюсь уже несколько дней подобрать к этому изделию узоры смотрите я нашла не помню где по моему вконтакте вот такой вот узор на авторство я не претендую тут написано кто составил схему я это не закрываю то есть я хочу вам показать как вяжется этот узор но с моими вариациями так сказать то есть один и тот же узор можно связать по-разному смотрите вот здесь есть беленькие клеточки то есть ничем не заполнены и вот здесь написано что пустая клетка это платочная вязка то есть с этой схемой шло изделие и связано она действительно была вот таким узором с платочной вязкой я же решила что наверно мне интересно попробовать без платочной вязки то есть я бы хотела чтобы это был вот здесь вот в пустых клеточках было чтобы ли лицевая гладь я это попробовала вот как это вяжется я сейчас чуть позже вам покажу и плюс вот здесь вот получается вот он идет узор с дырочками да спицы покажу с дырочками потом проходит еще ряд и вот здесь вот 1 3 5 7 9 и так далее то есть одна строчка это два ряда я же попробовала связать так скажем каждую строчку каждый ряд вот такой у меня получился узор здесь более часто идут вот эти вот отверстия но мне не понравилось во первых я тут же спицы тестировал посмотрите у меня будут арсенал целый собран так не буду греметь арсенал целый спиц тут на столе пробовала различные варианты различные размеры и вот этот вот узор мне не понравился тем что петли очень плотные и полотно получилось ну как вы видите вот стоит колом она не пластичная мне надо было добиться пластичности я ее добилась на спицах номер восемь да кстати что за пряжа пока сказать не могу обещаю что к мастер-классу я напишу девчонкам в магазин где я эту пряжу брала они мне подскажут напомнят просто не счетов ничего не осталось был чек который просто выцелил вот и на этом чеки я ничего не могу прочитать так вот девчонки мне напомнят что это было за пряжа если у них такой пряжи нет в магазине то я попрошу чтобы посоветовали какие-то аналоги и так мы разговаривали о том что платочная вязка вяжет а вяжется этот узор вот видите вот так вот он выглядеть будет да я решила что мне лицевую гладь надо давайте я покажу вам как читать вот эту схему то которая составлена автором именно вот с тем комментарием где написано что у нас платочная вязка вяжется и потом покажу как я эту схемочку под себя так скажем модифицировала раппорт этого узора 22 петли плюс 1 для симметрии плюс ну 2 кромочные естественно да я набрала 47 петель то есть 22 плюс 22 это 44 1 для симметрии это 45 и 2 кромочных 47 петель у меня набрано это конечно же достаточно много образец у меня получился наверное сантиметров 30 ширину и уже 35 в длину я навязала всегда говорю девчонкам вяжите образцы большего размера чем больше будет ваш образец тем правильнее будут ваши расчеты тем больше вы поймете о той пряжи которую вы взяли для своего изделия то есть если вы связали вот такой вот крошечный малюсенький образец и есть такие девочки которые приходят ко мне на мастер-классы и вот упорно вяжут вот такие малюсенькие образцы хотя я уже язык с мозоли на вяжите больше вяжите больше то есть если вы свяжете такой маленький образец вы можете не понять нравится ли вам то полотно который получается из этой пряжи до который вы взяли для изделия вот может вы связали вот такой по вам показалось что все хорошо вяжите потом изделие до середины дошли и понимаете что оказывается там колом полотно стоит либо слишком рыхло получилось либо еще что-то растянулась то есть по маленькому образцу очень сложно понять так вот когда я говорю девчонкам что надо вязать большой образец вот заодно тут сейчас вот еще и показываю видите какой образец я тут навязала самый важный этап в процессе создания любого изделия это вязание образца и всегда говорю что надо к нему отнестись очень и очень внимательно потому что образец вам сможет рассказать достаточно много о том что вы собираетесь взять итак перед началом работы вот возьмите ряд ну естественно сначала вы начнете у меня просто сейчас в данный момент 37 ряд я вот этот 37 ряд просматриваю вот у меня раз два три 4 5 свободных ячеек раз два три 4 5 снова раз два три 4 5 6 7 8 9 здесь снова 5 и здесь 5 до конца схемы да то есть схемочка заканчивается и плюс еще две кромочные вот эти петли я сейчас запомнила я их посчитала а между ними идут вот эти моментики самое главное понять как вяжется вот этот мотив узора да где у нас будут формироваться отверстия и когда мы с вами начнем вязать считаем вот эти пустые клеточки а между ними уже вставляем вот эти вот мотивчики да для того чтобы у нас сформировались отверстия все вот у меня 37 ряд я не знаю вам может быть его уже не видно 37 ряд вот здесь у меня 5 здесь тоже 5 здесь раз два три так раз два три 4 5 6 7 8 9 здесь 5 и здесь 5 до конца так сказать вот этого вот этой части узора 5 петель лицевых сейчас провязываю 45 дальше вот у нас идет вот этот вот мотивчик до галочка наверху двоечка нарисована то есть это две петли надо провязать вместе с наклоном вправо я провязываю две петли вместе сразу захватила их и провязала с наклоном вправо у меня петли классическим способом я вижу и у меня расположена правая стенка ближе ко мне поэтому я спокойно хватаюсь за переднюю стенку и провязываю у меня петля открытая для того чтобы провязать красиво вот эти две петельки ваши петли должны быть открытыми смотрите дальше идут вот такие две как галочки смотрим в обозначениях это у нас один накид а у нас их здесь 2 нарисован так вот между вот этими вернее после двух вот этих петель которые мы провязали с наклоном вправо вам нужно сделать два накида лишь говорила да что некоторые моменты я в этой схеме вижу по-своему поэтому что хочу сказать я не делаю вот эти два накида то есть вот эти два накида у нас будут формировать вот эту вот дырочку да вот это отверстие и у меня спица толстая очень толстая 8 миллиметров поэтому я делаю 1 накид все запомнили у меня 1 накид дальше идет по схеме вот такая как стрелочка вниз это называется протяжка то есть как вяжется протяжка это то же самое что если мы будем вязать с наклоном влево две петли вместе протяжка это когда одну петлю сняли 2 провязали и эту перекинули через провязаны да то же самое если я разверну вот эти петли для того чтобы провязать мне с наклоном влево да я вижу с наклоном влево вот перевернув петли у меня тогда получается открытые петельки то же самое если вы вяжете бабушкиными петлями вам надо петли развернуть вот здесь здесь не надо будет разворачивать а у меня наоборот я здесь не разворачиваю с этой стороны когда с наклоном влево мне приходится разворачивать петли все я верну их обратно то есть смотрите что у нас получилось вот провязали пустые клеточки лицевые петли дальше 2 петли вместе с наклоном вправо один я сделал накид запомнили и с наклоном влево две петли провязали дальше у меня идет 3 петельки нет вру дальше у меня идет 5 петелек снова провязываю 5 лицевых два три 4 5 и снова вот эту вот конструкцию так сказать да то есть две петли с наклоном вправо провязали дальше я делаю накид вместо 2 если у вас тонкие петли пробуйте и так и так делайте 2 накида если тонкие спицы дальше вот эти вот я переворачиваю и провязываю все конструкцию сформировали дальше у меня идет 9 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 все снова мне нужно 2 петли провязать то есть вот я провязала 9 вот снова конструкция не знаю как и мотив этот как их назвать до провязала вместе накид и еще раз вместе с наклоном влево провязала вот не забываем проверять накид потому что пока вы вот эти петли переворачиваете он может куда-нибудь слететь случайно проверяйте чтоб он точно у вас тут остался дальше раз два три да по моему сейчас не 35 45 45 снова у меня две петли вместе с наклоном вправо накид 2 петли вместе с наклоном влево вот проверили накид фото на спицы и осталось у нас последние пять петель по схеме то есть пустые клеточки и 1 кромочная петля все дальше смотрите у нас по схеме идет вот мой тридцать восьмой ряд его вообще нету то есть один ряд здесь за 2 идет значит я разворачиваю вязание и вижу так скажем изнаночный ряд тоже лицевыми петлями раз у нас платочная вязка но вот здесь в следующем ряду я вам сейчас покажу что нужно сделать посмотрите 1 2 3 4 5 петель у нас было пустых дальше мы провязывали 2 вместе эту тоже провязываю лицевой и вот он у меня накид но у меня 2 здесь накиды ведь должно быть то что мне нужно сделать для того чтобы мне не потерять петли то есть если вы сейчас провяжите одну петлю из этого накида у вас сократятся петли и рисунок не получится что я делаю вот я один раз провязала да смотрите раз провязала но сам накид оставляю пока на спицы на левой и вот сюда подхватив внизу и тот же накид провязываю его скрещенным все то есть я из этого накида вывязываю 2 петельки но делаю 1 накид на толстую спицу для того чтобы у меня не было вот такая огромная дыра все дальше снова вижу 45 то есть я вижу до накида до следующего до все ряды мы вяжем лицевыми здесь все просто вот из накида сделала 2 петли снова провязываю дальше все петли лицевыми до следующего накида вот так вот не глядя просто смотрим вяжем лицевые знаете когда вяжешь одними лицевыми очень удобно не надо ни о чем думать но вы тут можете запутаться вот видите я снова провязала накид 2 раза вы можете запутаться где у вас лицевая где изнаночная гладь я пока ориентируюсь потому что у меня здесь навязаны другими способами узору я вижу где изнаночная где лицевая да вот видите поэтому когда начнете вязать если вдруг будете вязать вот такой платочной вязкой все ряды лицевыми поставьте себе где-нибудь метку что это у вас лицевая гладь потому что даже если на счетчик рядов вы будете отщелкивать свои ряды считать вы можете где-нибудь забыть от щелкнуть и вообще не поймете где вы находитесь где лицевая где изнаночная а скорее всего лучше бы их наблюдать видеть следить за ними все еще один накид я провязала его два раза тоже так 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 я провязала его также два раза теперь смотрим так что у меня уже ниточки не хватает сюда вязывают отряда конца все лицевые петли все просто и теперь вот этот ряд он у нас будет 39 лицевой ряд а вот ведь у меня тут лицевые а у вас будет какой-нибудь здесь опознавательный знак стоять это лицевой ряд и значит вот видите он провязывается уже без накида здесь просто лицевыми вяжем этот ряд то есть провязываем его до конца разворачиваем вязание и изнаночный ряд также провязываем лицевыми петлями все рисунок легкий интересный то есть снова посчитали в следующем ряду тут уже будет было 5 стала 4 петли здесь было 5 стала 7 петель и так далее и все и вот только считаете вот эти вот петли которые между накидами и у вас получится вот такой красивый интересный узор теперь расскажу пару буквально слов о том как я решила эту схему связать по-своему то есть я заменила вот эту платочную вязку на лицевую гладь то есть в лицевом ряду я вижу все петли лицевыми в изнаночном ряду у меня все петли изнаночной и получается что там где на схеме пустые клетки у меня здесь идет лицевая гладь также здесь располагаются отверстия досмотрите вот тут поведение их на черном и скорее всего я остановлюсь на этом способе вязания мне хотелось показать красоту вот этих вот разноцветных таких зефирных переходов в общем пряжа просто обалденная то есть на восьмерке получается именно та пластичность которую я хотела бы получить для своего изделия ну и третий вариант вдруг он тоже кому-то приглянулся я вязала его тоже поэтому этой схеме здесь я просто риты считала не за два а за один то есть вот здесь где у меня идут вот этот мотивчик с накидами это у меня лицевой ряд а там где следующий ряд идет это у меня изнаночный ряд вот и получили получился вот такой вот узор но у меня тут были маловатые спицы я решила что сильно много для меня тут и рачек нет я вот решил остановиться вот на этом мне этот как-то больше нравится но в самом и деле это будут такие длинные вертикальные волны высоту это будет смотреться красиво эти волны расположены вертикально так что если хочется вытянуть фигуру в длину такой узор тоже неплохо подойдет все сейчас пойду постираю этот образец проверю правда ли у меня получились такие зефирки из петелек и уже буду приступать к вязанию самого изделия встретимся в мастер-классе я надеюсь вам понравилось пряжа я обещаю что найду ее название и расскажу об этом все уже в самом мастер-классе по этому изделию но что за изделие тоже узнаете в мастер-классе пока я оставлю за собой право сохранить интригу все до скорой встречи с вами была юля и мой факультет рукоделия пока пока смотрите какими яркими стали оттенки а все петельки прям уже видно да что они расправились и насколько они такими пухляшами уже выглядят вот смотрите было стало так что в таком изделии можно будет ходить под дождем летом